привет если у вас есть возможность покупать домашнее молоко обязательно попробуйте сделать сыр в этом сыре всего два ингредиента это молоко и сычужный фермент у меня 5 литров молока переливаю его в кастрюльку и сычужный фермент у меня он сухой он разводится водой инструкция на каждом ферменте своя его нужно всего чуть-чуть две маленькие мерные ложечки на 5 литров размешала он быстро растворился и все готово теперь молоко нам нужно подогреть до 35 градусов и влить в молоко подготовленный сычужный фермент размешать его как следует накрыть крышкой и оставить в тепле от 15 минут время это занимает до 40 минут за это время формируется сгусток вот у меня прошло 20 минут смотрите какой вот такой плотный его можно разрезать что собственно мы и делаем нам теперь нужно его измельчить на маленькие квадратики до самого дна прорезаем ножом и делаем вот такие маленькие кусочки зерна формируем не очень мелкие но и не крупные вот такой получается красивый сгусток ставим это все на огонь и нам нужно подогреть до 44 градусов не выше то есть для приготовления этого сыра нам нужен обязательно градусник постоянно помешиваем тем самым помогаем зернам измельчиться дополнительно и они как бы слипаются друг с другом превращаются в такой единый монолит монолитную массу зерна не должны быть вот такие крупные их надо разбивать вот у меня 44 градуса смотрите все выключаем огонь и видим что смесь наша все плотнее становится и превращается вот такой видите монолитный кусочек слепаются зерна теперь нам нужно переложить какую-нибудь форму форма может быть любая у меня вот специально для сыра но это может быть и дуршлаг это сито все что угодно лишь бы с дырочками перекладываем всю эту массу я переложила половину сюда прикрыли крышкой или блюдечко поставили и сверху небольшой грузик такую же пол-литровую баночку все и оставим так чтобы сыворотка стекала вот пол-литровая банка с водой у меня можно переложить вот смотрите я вам просто покажу в дуршлаг сито что есть у вас дырочками переложили сверху какой-нибудь крышечку блюдечко и тоже поставили небольшой грузик такую же пол-литровую баночку все и оставили до полного стекания как правило это занимает ночь вот на следующее утро переворачиваем форму и оттуда выпадает сыр сыр получается пресный абсолютно пресный нет там кислоты нет там соли ничего нет поэтому при желании можно его это таким есть если вы любите типа адыгейский но можно просолить для этого я беру сыворотку которая осталась на литр сыворотки кладу две столовые ложки обычной поваренной соли размешиваю и туда опускаю сыр время просолки от двух часов и до суток смотря какой по солености вы хотите получить продукт вот второй который был в сети тоже я его прикрыла сверху тарелочкой чтобы он погрузился не плавал и все прошло два часа мне этого вполне достаточно сыр у меня получается малосольный не соленый сильно такой чуть-чуть промокаю его бумажный полотенцем бумажным и кладу на решетку обсыхать это займет часа два не больше ну и все нарезаем храним в холодильнике режется прекрасно очень нежно и со сливочным вкусом сыр получается очень вкусный в магазине вы точно такое не купите смотрите вот совершенно совершенно особенный очень вкусный ну и про сыворотку хочу сказать сыворотку мы не выливаем во первых ее можно пить это вкусно и полезно во вторых можно делать любую выпечку на ней делать блины оладья или выпекать хлеб вот я хлеб выпекаю на этой сыворотке он получается просто великолепный он не крошится при разрезании у него плотная такая вот тугая поверхность вот я вам сейчас разрежу покажу смотрите какой я сыворотку храню в холодильнике и пеку на ней хлеб вот такая прекрасная выпечка получается так что рекомендую попробуйте все спасибо что заглянули ко мне приходите еще и делайте вот так что я делаю 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 Продолжение следует...